Так, значит, ВВП растет, Россия процветает. Сейчас я коротко постараюсь, не получится, но доступно наверняка получится объяснить, что Россия не процветает, а это уже процвела экономика в смысле. И то, что ВВП растет, не имеет значения как не для Владимира Владимировича Путина, так и для внутреннего валового продукта. Значит, коротенькая лекция для чайников, что такое ВВП, как я его понимаю, насколько мне мозгов рабочего сержанта вооруженных сил хватает. То есть внутренний валовый продукт любой страны – это сумма потраченных и полученных, и заработанных за год денег. Вот это очень коротко и понятно. То есть это не всегда, это такой термин, который придумали эти экономисты для того, чтобы смотреть, как страна вообще богатеет или беднеет. Точно так, как налоговая пытается смотреть на этот человек богат или беден по его тратам. Понимаете, да? То есть вот та же самая фигатин, только в смысле экономики. Если потратили в этом году больше денег в этой стране, значит ВВП растет. При этом не значит, что люди этой страны живут лучше там экономически. Не всегда. То есть это очень такое скользкий, но лучше просто не придумано. Смотрите, какая тут получается ситуация. Вот чтобы было понятно, насколько это скользкий термин и почему в рост ВВП не всегда обозначает улучшение жизни. Не всегда. Смотрим. Есть там какой-то остров, на котором никого нет, ничего не живет. Один человек там, да? То есть если ему заплатить 100 рублей, чтобы он выкопал яму, ВВП вырос на 100 рублей. Заплатили ему 100 рублей. Вот ВВП этого острова, этого мужика, этого государства острова выросло на 100 рублей. Сказали этому мужику еще 100 рублей заплатили, чтобы он закопал ту же самую яму. Он ее закопал на этом острове. Он сидит так же, как сидел до этого. Но ему заплатили еще 200 рублей. Получилось у него 200 рублей. По факту ВВП этого острова вырос на 200 рублей. Хотя на самом деле мужик как сидел на голом острове без ямы, так и сидит на голом острове без ямы. Понятно, да? Это работает и в обратном направлении. Не обязательно отсутствие трат роста ВВП говорит о том, что страна бедная. Например, допустим, если вы пошли к парикмахеру, заплатили ему 100 рублей, постриг ваш парикмахер. Вырос ВВП на 100 рублей этого острова. Но если вы неудачно прыгнули через костер на Ивана Купала, причем настолько неудачно, что вам еще год не понадобится ни парикмахер, ни эпиляция за отсутствие волос как таковых, но вы никому ничего за это не платили, то есть ноль, то ВВП не вырос абсолютно. Но по факту у вас благосостояние улучшилось так же, как и после того, как вы сходили к парикмахеру. У вас нету волос, то есть вы достигли того же самого. Понятно, да? И вы надеешься, понятно. Теперь почему? Да, вот налоги. Почему? Когда... Это очень, кстати, хороший аналог. Аналог с налоговой. То есть когда налоговик смотрит, там, да, как этого мафиози поймали, посмотрели, что он много тратит. То есть что делает налоговая? Она и смотришь, что человек много тратит. Она к нему приходит и говорит, а что это ты такой богатый, блин, откуда у тебя денег? И тут уже этот человек должен сказать, а я в кредит залез там на 20 лет вперед. Тогда она говорит, ну, хорошо, да. То есть у него по тратам-то он вроде, блин, и богатый. То есть ВВП, его траты его растут, оборот денег его увеличился. Но надо знать, что этот человек залез в долги там, и это точно он не богатый, да. То есть он просто обрек себя там на какое-то рабство. То есть почему у нас именно этот случай с Российской Федерацией, который я описываю? Смотрите, Российская Федерация нормально себе, прекрасно жила, да, то есть на своем острове, условно говоря. Она там полезную работу производила, там добывала нефт. Не только ямы выкапывала, закапывала дурно, но и зарабатывала реально денег. Выкапывала нефт, продавала ее на другие острова условные, да. Получала за это денежки, могла купить. То есть хорошо, причем так много зарабатывала, что даже там получалось это откладывать в кубышку. На момент там 22-го года у России там что-то под 10 триллионов было в кубышке, да. Ну и теперь вот что мы смотрим. Что мы сейчас имеем на 24-й год? Сейчас у нас 3-е мая 2024-го года. Так вот сейчас, если мы смотрим на траты России, то есть если у нас просто бланк проходит, что из этой квартиры, из России, затраты в этом месяце, допустим, 100 рублей, а в следующем 200 рублей, а в следующем 500 рублей. То есть как бы ВВП растет в России, реально. Давайте посмотрим, за счет чего сейчас растет этот ВВП России. Во-первых, Россия истратила практически всю вот эту свою кубышку, да. Вот это, что она там лежала, там 10 триллионов, которые она честным, благородным трудом, высасывая нефть из недр земли, заработала, там вопроса вообще к ней нет. То есть вот это, ну она эти деньги потратила. Она покупает хлопушки, будем там говорить, у Ирана, да. У Ирана, у Северной Кореи, которые пуляют в соседний остров в Украину, да. Понятно? То есть по тратам смотрим, ВВП растет, огромные траты получаются. Но стал ли житель квартиры Россия, острова Россия, жить лучше от того, что он потратил свою кубышку на хлопушку, которую приобрел в Иране и которую запустил по соседнему острову Украины. Мало того, одна из этих хлопушек взорвалась. От этого покалечила там, я не знаю, близкого родственника, того, кто там уже детей наплатил на этом острове, россиянин, да. Вот у него оторвало ногу, оторвало руку, там. Приходится тратить деньги на то, чтобы лечить этих отторванными ногами, руками. То есть если сидим снаружи, смотрим, опять же деньги пошли с этого острова на врачей. Врачей на вертолете заказывают. Мы видим по платежкам, что нифига себе, так Россия еще больше тратит. У нее еще ВВП растет. Ну это просто он пытается пришить, блин, козлиную ногу вместо нормальной человечески того, кому оторвало из-за того, что взорвалась в руках иранская хлопушка. Понятна аналогия? Дальше. Холодильник, который работал на этом острове у россиянина. Его надо там что-то обновить, там что-то анти... Что-то вы... Какой-то что-то газ этот, фреон у него вытек, допустим, у этого холодильника. Надо поменять. А с острова Италия говорят, мы не будем с тобой работать. Ты пуляешь хлопушками по острову Украину, мы с тобой не будем обслуживать свои холодильники. Тогда этому россиянину приходится тратить свои деньги на холодильник с острова Китай. Да? То есть это опять же траты. То есть у него ничего не изменилось. У него один поломанный холодильник остался, один новый китайский, который был хуже итальянского. Но по факту из острова Россия вышли деньги, большие, на холодильник. И мы смотрим, думаем, да блин, нифига себе, какая разнузданность. Вообще себе чудак ни в чем не отказывает. Сколько денег вышвыривает. Вот это богатее. Вот это растет, там все процветает и улучшается. Да? Нет. Не процветает и не улучшается. Это уже процвело. Понимаете? То есть Российская Федерация сейчас проела свою эту кубышку. Поссорилась там с островом, да практически 200 островов в этом мире, там 193 в ООН. Из них там 142 совершенно публично ООН называет Россию государством-агрессором. То есть многие не хотят с ним иметь дел вообще никаких. То есть Россия сейчас тратит свои запасы, Россия сейчас... Она не может что-то продать, у нее кубышка не наполняется, у нее заморожены... Некоторые даже до того дошли, что те кубышку, которые Россия догадалась хранить на своем острове, ее сокрыли, 300 миллиардов кубышка, да, которую сейчас собираются другие люди, острову Украины отдать, чтобы она отстреляла. А тут Украина еще и получила свои хлопушки. И начинает этими хлопушками хринячить по острову Россия, блин. И там уже разрушаются дома, города, и надо выплачивать там какие-то дивиденды и все остальное. И опять же это штраты, приходится закупать какие-то материалы в соседних островах России. Это большие траты, то есть, соответственно, опять ВВП растет. А тут затопило Орск, понимаете? Затопило Орск. И, блин, нафиг на него же тоже надо на восстановление деньги потратить. Деньги тратятся, и опять это выглядит как будто улучшается. Это, ну, ВВП растет. Вот, это действительно абсолютно чистая правда. Снесло нахрен дома, ну, вы потратили 100 тысяч долларов, чтобы в Италии там купить, или у немцев, у крафтов, у китайцев купить какие-то стройматериалы. У вас выросло ВВП. То, что у вас при этом дома с мелок и дренифени, то, что у вас сгорели сейчас там в ЛОВД дома, и их надо будет восстанавливать, это тоже будет трата денег, и тоже будет рост ВВП. Но это вот такой рост ВВП. Это роковая опухоль у вас там внутри растет, россияне. И она скоро, вам будет из-за нее кирдить. Опять я что-то затяну, ну, коротко у меня не получается. Ну, ничего страшного. Слава Украине, ребята. Все буду Украиной. Не переймайтесь.